Это Вести Утро. Карачаево, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременно дождь-гроза. В отдельных районах сильный. Ветер западный 6-11 метров в секунду. В горах порывы до 23 метров. Температура воздуха ночью плюс 7-12. В горах плюс 2-7. Днем до плюс 22. И местами до плюс 15 градусов. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем кратковременно дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12. Днем плюс 19-21. В Республике проходит неделя борьбы с инсультом. С какой целью она проводится, каковы методы и меры профилактики инсульта, а также о поэтапной реабилитации этого заболевания расскажет терапевт-кардиолог и врач функциональной диагностики Алима Хапаева. С ней встретилась моя соведущая Белла Джозаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Алима Башировна. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. В Республике проводится неделя борьбы с инсультом. Да. Что это за неделя и что будет проводиться и что уже провели вы? Ежегодно 29 октября во всем мире проводится Всемирный день борьбы с инсультом, который был установлен в ВОЗ еще в 2004 году. Но целью этого дня является, конечно же, привлечение внимания населения к данной проблеме, к мерам профилактики в первую очередь, ранней диагностики и лечения инсульта. Скажите, как выявить вот эту болезнь грозную? Сейчас очень много везде говорят об инсульте, и мы знаем, что многие люди страдают от этого заболевания. Конечно же. Существует множество факторов риска. В первую очередь, это, конечно же, возраст старше 60 лет. Наличие таких хронических заболеваний у людей, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, наличие нарушений ритма сердца, типомерцательной аритмии, ожирение, малоподвижный образ жизни, табакокурение, никотиновая зависимость, прием наркотиков. Кроме того, влияние оказывает высокий уровень холестеринов. В крови. А если говорить о мерах профилактики? Меры профилактики. В первую очередь, это, конечно же, вовремя проходить медосмотры, диспансеризацию, которую так все любят. И, конечно же, главное, это устранение факторов риска. В первую очередь, это контроль артериального давления, так как у гипертоников больше 50% случаев это инсульт. Поэтому, если вам назначили препараты, то будьте добры принимать. Алина Башировна, скажите, какие виды реабилитации существуют в вашем отделении? Как это все происходит по порядку? Если у человека уже случился инсульт, что он должен делать? Ну вот, смотрите, существует три вида реабилитации, три этапа. Первый этап, он происходит еще в реанимационном отделении. То есть человек должен восстановиться физически и психологически. Второй этап, его переводят в стационар. И третий этап, это как раз таки амбулаторно-санаторный. То есть это поликлиника и санатории. Где вы находитесь, как у вас проходит реабилитация? Наш центр общественного здоровья и медицинской профилактики находится на улице Свободы 62. Вход у нас через городскую поликлинику на третий этаж. Реабилитация у нас проходит в отделениях ЛФК и механотерапии. То есть это как в рамках третьего этапа. Для восстановления мышечно-суставной чувствительности и потерянных, забытых, так сказать, движений. С пациентами занимаются инструктора индивидуально с поэтапным повышением физической нагрузки. Также идет контроль артериального давления до и после занятий. Ну что же, я благодарю вас за полную информацию и желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо большое. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи. Продолжение следует...